Всем привет, меня зовут Карина и сегодня у нас упражнение 3.3.1.5. Давайте сразу же приступим к его выполнению, так как оно более-менее долгое. Для того, чтобы сократить время проделывания этого пакетрейсера, я выписала эти команды себе в блокнот, чтобы было намного быстрее. А вам, увы, придется их переписывать вручную. Давайте начнем. И первое, что нам нужно сделать, это настроить все порты в режиме доступа. Вот у меня эти команды, то есть мы берем каждый порт на необходимом нам устройстве. Это F06, 018 и 011 на каждом устройстве и NoShadow, а также SwitchPortModAccess для того, чтобы он был правильно настроен. Открываем S1, командная строка, Enable, ConfT, нажимаем кнопочку Paste. Готово. Копируем следующий набор команд. Теперь S2, командная строка, Enable, ConfT, Paste. Готово. И последний, вот так, Ctrl-C, командная строка, Enable, ConfT, Paste. Готово. У нас 6 баллов из 100, мы двигаемся в правильном строении. Дальше нужно настроить сети VLAN. Это нереально просто. Нужно просто указать VLAN и номер VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 и так дальше. Вот. Прилагаю это прописать все в блокноте, а потом просто записать это для трех устройств, чтобы не прописывать каждый из них вручную, так как это довольно-таки долго. Exit, Paste и последний, S2, также Exit и также Paste. Готово. Далее нужно назначить сети VLAN коммутационным портом. Вот у меня пример команд. То есть, что я делаю? Я перехожу в режим настройки порта, например, в FazerNet 0.6 и дальше прописываю SwitchPort Access и VLAN, например, 30. Мне не нужно прописывать команду SwitchPort Mode Access, так как я это сделала при включении нашего интерфейса. Давайте приступим. FazerNet 0.6. Ctrl-V. Ой, Paste. Далее S2, Ctrl-C. У S1 у нас 30, да. У S2 у нас 20, да, все, окей. Paste. И последний у нас S3. FazerNet 0.11, VLAN 10. Готово. Что нам нужно сделать дальше? Назначить магистральные сети на VLAN 99. Вот эта команда, она одинаковая для всех устройств. Верфейс RANGE F01-24. Подключаем транковый маршрут и настраиваем на VLAN. То есть магистральный канал и порт для этого канала. С1 и S2. Также просто Paste. Готово. Дальше у нас настройка протокола Spanning Free, PVST Plus и распределение нагрузки. Сначала настройка режима STP с помощью команды Spanning Tree Mod. Также я еще забыла прописать команды для VLAN 99, то есть назначить IP адрес. Эта команда также одинаковая для S1, S2, S3, только вот здесь нужно указать определенную циферку. Давайте я это удалю. Вот это настройка для S1. Ctrl-C, Paste. То есть мы настраиваем нашу VLAN на IP адрес. Для настройки S2 вот здесь меняем циферку 2. Ctrl-C, Paste. И последний, Paste, ой, секунду. Не то, у нас не... Вот здесь должно быть 3. 3, копируем, Paste. Готово. Вот теперь мы точно можем двигаться к настройке Spanning Tree Mod. У нас PVST. Это нужно прописать для каждого из устройств. Spanning Tree, Spanning Tree и Spanning Tree. Готово. Дальше нам нужно настроить распределение нагрузки на PVST Plus. Вот с помощью вот этих команд. Обратите внимание, сначала нам нужно настроить все Root Primary, а только потом Secondary. Иначе у вас, во-первых, оно не засчитает вот здесь, а во-вторых, у вас будут неправильно настроены эти параметры. Давайте для S3 сначала введем Root Primary, теперь S1, и теперь Secondary на S2. Видите, у меня 94 балла из 100. Если бы мы ввели не по порядку, точнее, в неправильном порядке, у нас было бы намного меньше баллов, и мы никак не могли бы это исправить. Так что давайте дальше. У нас настройка PortFast и BPG URT. Я тогда также прописала эти команды вот здесь. То есть мы берем нужный нам интерфейс и далее Spanning Tree PortFast. Очень все просто. Потом также мы пропишем BPG URT. Это S1 у нас был. Копируем S2. Здесь, по сути, уже соблюдение порядка ввода данных не так важно, но все же. Да, готово. И последнее. Нам нужно настроить BPG URT. Копируем. Это у нас S1, paste. Дальше S2. Paste. И мы на финишной прямой. У нас 90 баллов виста. Копируем последнюю конфигурацию. Вот она. И также записываем. Готово. У нас 100 баллов виста. При желании можно нажать кнопочку Check Results и увидеть, что у нас все настроено правильно. Если у вас где-то вместо галочек крестики, смотрите, что не так. И потом настраивайте. Если у вас, например, здесь везде крестики, вам нужно будет полностью перенастроить наши вот эти вот конфигурации. А думаю, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok